Всем доброго времени суток, с вами Никита Петров, в очередном выпуске многим подъявившейся рубрики современная классика. Довольно давно не выходили в выпуске данной рубрики, за это время в шахматном мире произошло много интересных событий. Пожалуй, наиболее ярким из них является взлет французского шахматиста Максим Вашьелограва. На сегодняшний день, на 1 августа 2016 года, Максим является номером 2 в мире по рейтингу. Рейтинг уже практически достиг отметки 2820, и он уступает только чемпиона мира Магнусу Карлсену. В принципе, еще год назад такой стремительный взлет никто не мог предположить, потому что в августе 2015 года рейтинг Максима составлял всего лишь в кавычках 2730. И он был примерно номером 30 в мире. Сейчас же, как я уже сказал, его индивидуальный коэффициент завалил до 2800. Таким образом, выбор шахматиста для очередного выпуска рубрики был, как мне кажется, вполне естественным. Намного сложнее обстояли дела с выбором конкретной партии. Дело в том, что мой взгляд, конечно, сразу же остановился на двух партиях. Одна из них это та, которую вы сейчас увидите. А вторая, несмотря на, в принципе, более низкое качество, она, конечно, отличается своей невероятной концовкой. Матовая атака, которую Максим провел в той самой второй партии, мне кажется, является одной из самых красивых вообще в 21 веке. Так что эту партию мы тоже обязательно разберем. Возможно, не всю только концовку, но в другом выпуске. Отпишите в комментариях, хотели бы ли вы видеть обзор той самой партии. Ну а сегодня у нас на очереди совершенно другая партия. Она была сыграна между Фабиано Короной и Максимом Вашьелограммом в Вейконзее 2015 года, то есть год назад. И это был тринадцатый тур. Корон играл белыми, Вашьелограмм черными. И в данной партии был разыгран вариант Найдерфа. В принципе, это основной дебют Вашьелограмма, боевой. Готов он в нем хорошо, практически как никто. В принципе, в этом плане он является последователем Каспарова. И вообще, многим лучшие партии Вашьелограмма напоминают образцы творчества Гарри Кимовича. Вариант Найдерфа и шестой ход H3. Довольно интересно, потому что теория варианта Найдерфа развивается очень таким интересным образом, как мне кажется. Дело в том, что вариант появился в середине двадцатого века. И изначально основным возражением белых на пятый ход H6, безусловно, являлся выпад слона слон G5. Тем не менее, к началу, или может быть к середине восьмидесятых годов, ветер переменился, и все больше и больше шахматистов стали играть вместо слон G5 слон Е3, так называемую английскую атаку. Ну, а с середины, может быть, с конца нулевых годов, второе дыхание обрел ход H3, впервые предложенные Фишером. На самом деле, Фишер его играл с несколько другими идеями, ну, а сейчас он снова, как я уже сказал, весьма популярен в элите. В черных, в принципе, два основных возражения. Это ход Е6, который приводит к швейнгенским структурам, и ход Е5, который, как мне кажется, несколько сильнее. И также это был выбор Ошелограва в этой партии. Е5, конь Е2. Да, важно, что конь отступает именно на Е2, почему я расскажу буквально через несколько секунд. Дело в том, что существует, помимо варианта H3, существует еще вариант G3, вариант Фианкета, и тоже в этом случае один из самых сильных ходов за черных это Е5. После этого очень часто конь белых отступает на B3, но иногда также на Е2. Причем ход конь Е2 считается слабее. Но он считается слабее, потому что после слона Е7, конь на Е2 ограничен пешкой Е5, и у него нет хорошего поля для дальнейшего развития. В варианте же с шестым ходом H3 после Е5, конь Е2 и какого-либо развивающего хода, например слон Е7, белые могут пойти Ж4 и тоже фианкетировать слона Ж2. Но это расширенная фианкета, то есть пешки белых стоят на H3, Ж4, а не на H2, Ж3. И в принципе основная выгода такого расположения пешек для белых заключается в том, что у них есть перевод коня на Ж3. И конь на Ж3 расположен очень хорошо, и в варианте может скакнуть на Ф5. Как мне кажется, в этой позиции у черных нет полного равенства. Поэтому на конь Е2 последние несколько лет большую популярность приобрел ход H5, и в принципе неспроста. Таким образом черные нейтрализуют главную идею белых. В Ж4 теперь не сыграешь. Конечно, у такого хода есть и недостатки, и одним из основных недостатков является, как я вот обозначил маркером, ослабление поля Ж5. Крона сыграл Ж3, слон Е6, слон Ж2, фон БД7. В принципе все эти ходы не заслуживают отдельного комментария. Ну и вот здесь вот интересный момент. Дело в том, что с большим запасом, конечно, основным ходом, основным десятым ходом за белых здесь является 2-0. Обратите внимание, что черные, то есть прошу прощения, белые не боятся х4, потому что в большинстве позиций ответ Ж4 достаточно безопасен для них, и вот это вот раннее h4, оно сужает возможности черных. Однако на рахировку черные могут осуществить пешное продвижение совсем на другом фланге, от Б5, захватить пространство на ферзевом фланге, и в принципе это должно быть для них выгодно. После слон Е3 и слон Е7 получается позиция со взаимными шансами. А4 очень интересный ход, в принципе он тоже встречался задолго до этой партии, но вот в данной партии французский гроссмейстер сыграл очень интересный. Кстати, с тех пор прошел уже год, ход А4, его популярность значительно уменьшилась. Следовал слон Е7, 2 0, ладья Ц8, слон Е3, ну и вот здесь вот Машвила Крафт применил новинку. Я не знаю, была ли она принесена из дома, или эта идея посетила французского гроссмейстера за доску. В любом случае, даже если это была домашняя заготовка, она очень оригинальна и очень сильна. В первую очередь, потому что большинство, ни одна компьютерная программа не выводит этот ход ни на первую, ни на вторую, ни на третью линию, ну и в принципе, ход выглядит крайне алогичным. То есть, черный сыграл и конь Б6. Очевидно, что идея пойти конь на Ц4. С поля Ц4 черный конь создавал на белом много проблем. Однако, кажется, что белые могут сыграть Б3. Собственно, именно этот ход каруанов партии избрал. Ну, теперь конь на Б6 расположен довольно глупо. То есть, на Ц4 он попасть не может. А белые в любой момент готовы прогнать его путем А5. Тем не менее, у Ашиелограмма здесь была необычайно глубокая идея, связанная с жертвой пешки. Причем, с реальной жертвой пешки. Следовало Д5. В принципе, это типовой прорыв в большинстве исцелянских позиций. Но тут, конечно, есть существенная тонкость. Очевидно, что если белые просто побьют на Д5, они не могут рассчитывать на перевес. Скорее, у черных здесь немного приятнее политься. В следующем фонах будет Ферзь Д7. Цепляя пешку на Ашты. И, в общем, белым, чтобы уравнять, здесь придется соблюдать аккуратность. Понятное дело, что такой расклад итальянского шахматиста устроить не мог. И на Д5 корона сыграл с ломбьет Б6. Собственно, кажется, что черные просто зевнули пешку. Ведь теперь после Ферзь бьет Б6. И либо ЕД, либо конь бьет Д5. Белые мало того, чтобы играть пешку, еще и получают защищенную проходную в центре. Казалось бы, без особой компенсации. Однако, понятное дело, что черная здесь была очень неочевидная, скажем так, позиционная идея. Корона взял на Д5 конем, потому что в случае ЕД, слон Ф5 получалась худшая до белых редакций. Конь на Ц3 расположен не очень удачно. Мало того, что он сам находится под давлением у черной Л11 на Ц8, так еще и пешка на Ц2 теперь отсталая. Белым хотелось бы поставить ее на Ц4, но мешает собственный конь. Поэтому ход конь бьет Д5 действительно сильнее. Черные взяли конем на Д5, ЕД и слон Д7. В общем, фоксированная трансформация позиций завершена, и теперь можно пригодиться к ней повнимательнее. В первую очередь, прожгается в глаза, что у белых лишняя пешка на Д5. Более того, черные никак не могут остановить ход Ц4, и действительно, белые следующим ходом сыграли Ц4, и после чего пешка на Д5 становится защищенной проходной. В чем же заключается идея французского шахматиста? В первую очередь, конечно, обратим внимание на то, что у черных преимущество двух слонов. Само по себе это не было бы столь важно, но значительно важнее тот факт, что у черных остался именно чернопольный слон без оппонента. После того, как белые сырают Ц4, это практически неизбежно. Все черные поля на ферзьевом фланге, именно Ц5, Б4 и А5, будут практически безнадежно слабы. В принципе, кажется, что на ферзьевом фланге у черных нет особых объектов для атаки, и слабость полей Ц5, Б4 и А5 не так важна. Однако, именно проведение Ц5 могло бы стать центровой идеей белых в подобной позиции, но здесь, к сожалению, она совершенно невозможна. Также, черные в любой момент готовы пойти Х4, после чего ответ белый будет практически вынужден, то есть Ж4. А слабнут черные поля не только на ферзьевом, еще и на королевском фланге, а именно Ж5, Х4, Ф4, Ж3, Е3, в первую очередь, конечно, Ф2. Несмотря на все вышесказанное, чисто оптически кажется, что вся эта компенсация должна развеяться буквально через несколько ходов. На самом деле, это не так, и, по моим ощущениям, именно белым здесь уже надо соблюдать аккуратность, и я даже не до конца уверен, что у белых все еще есть равенство в этой позиции. Последовала Ц4, скорее всего, сильнейший ход, ферзь Д6. Да, вот, кстати, одна из причин, по которым компенсация черных на глазок кажется недостаточной, то, что на доске нет коней. То есть, единственный конь здесь у белого, а у черных коня нет. А ведь именно конь, в принципе, мог быть идеальной блокадной фигурой, то есть, на Д6 или на Ц5. А вот ферзь на Д6, как еще говорил Мемцович, в принципе, ферзь перед проходной пешкой стоит плохо, и ферзь плохой блокер, или блокер, как некоторые говорят. Однако здесь, опять же, есть конкретные нюансы. Дело в том, что ферзя с Д6 может сбить только такая фигура, у белых, которая способна вообще напасть на черные поля, а это в данной позиции только конь. Нетрудно убедиться, что единственная клетка, с которой конь может напасть на ферзя, это Е4. Однако черные практически всегда готовы прикрыть поле Е4 своевременным продвижением Ф7-Ф5. То есть, ферзя с Д6 сбить очень тяжело. Здесь Каруана сыграл А5. В принципе, абсолютно логичный ход. Таким образом, черные, с прошедшим ощущения, белые пытаются минимизировать влияние черных по черным полям. Однако, как мне кажется, этот ход, если не ошибка, то, крайне мере, достаточно серьезная неточность. Позиция требовала более, более решительных мер, и, как возможно, усилением, могу предложить ладья Е1. После чего, если черные бы играли по аналогии с партией, то есть, Ф5, конь С3, Х4. Здесь белые сыграли БЖ4. В принципе, именно эта идея спасает их во многих, во многих похожих полициях. И теперь, после взятия на Ж4, ХЖ, белые получают свое распоряжение поля на Е4, причем значительно более удобной редакцией, чем это вышло в партии. Потому что после А5, ХЕЛОГРАФ все равно сыграл Ф5, ФД3, Х4. Черные, то есть, прошу прощения, белые не могут себе позволить игнорировать пешку на Х4, потому что черные уже готовы взять на Ж3, после чего, мало того, что пешка Е будет проходной, после АЖ, ФЖ, так еще, и у черных появится сильная идея перевода, например, ФН5 или слана Б6. То есть, ход Ж4 практически вынужден, но при этом достаточно силен. Потому что, если белым удастся поставить какую-либо фигуру, конечно же, желательно именно коня, на поле Е4, то их дела будут совсем не так плохи. Здесь не совсем очевидно, действительно ли ход 2,0 за черных сильнейший, потому что, например, многие движки предлагают сразу ФЖ, но, как с точки зрения шахматиста практика, ход 2,0 сильнее, действительно, корана ошибается первым же ходом. Здесь строго обязательно за белых было ЖФ, после чего следовал бы слон Ф5, ФЕ3, ФЖ6. Очевидно, что корану досчитал до этой позиции, она ему сильно не понравилась, потому что король НЖ1 действительно слаб, а черные готовы после короля Х1 сыграть С5, выиграть еще один темп на Ферзе, и посмотрите, конечно, на этих слонов. Безусловно, у черных была бы мощная компенсация за пожертвованную пешку, но позиция оставалась неясна. После конца Т, корана попал под каток. Следовало Е4. Обратите внимание, что мало того, что черные контролируют всю доску по черным полям, теперь после Е4 они контролируют еще и белые. Кажется, что вот эта цепь Ф5, Е4 слаба, но у черных есть конкретно сильное возражение. Последовала Ферзь Е3, и, возможно, корана серьезно недооценил следующий ход вошел играл, а именно слон Д8. Именно из-за маневра слон Д8, а также маневра слон Е8, которую вы увидите в последующей стадии партии, я, в принципе, и выбрал именно эту партию, как ту, которую следует разобрать в данной рубрике. слон С7 очень сильная агроза, и, в принципе, вот этот маневр слон Д8 и слон С7 или слон Б6 встречается в достаточно большом количестве дебютов, в достаточно большом количестве также митершпильных позиций, и можно было бы ждать, что корона будет учитывать эту возможность. Как мне кажется, то, что он не предусмотрел этот ход, связано с тем фактом, что у белых пешка стоит на А5. Все-таки чаще всего чернопольный слон переводится через Д8 именно на Б6. А здесь поле Б6 надежно прикрыто, а про то, что слон может прийти на С7 корона просто забыл. Тем более, обратите внимание, что буквально пару ходов угад черная пешка все еще была на Е5, а не на Е4, и этот перевод значительно терял в силе. Здесь же после слона Д8 дела белых уже достаточно плохи, но к его чести корона находит здесь оптимальное решение, за которым он все еще остается на плаву. Дело в том, что если белые воздерживались от всяческих жертв, играли здесь ЛДФ на Д1, это вторая линия большинства от пешков, то черных просто играли бы С7, король Ф1. Ну и вот здесь, как мне кажется, ваш Елограф скорее всего сыграл бы Ферзаж 2, сохраняя все выгоды своей позиции. Действительно, белым здесь защищаться очень тяжело, но также у черных есть очень красивый прямой выигрыш. Вместо Ферзаж 2 черные могли обстрелять Ф4, Ферзь Б3, Е4, Ф3. Жертва еще две пешки, то есть после слона Ф3. У черных не хватает уже трех пешек, но они развивают бурную активность. Следует ЛДЦ на Е8, Ферзь Д3, Ферзь Х2. Ж, сознание конкретного гроза слон Ж3, не говоря уж конечно о взятии пешки на Ф3. Самым логичным возражением за белых кажется здесь ход Д6, и действительно, у черных после Д6 всего лишь один путь к победе, но не слишком сложный. Д6 черные конечно не убирают слона С7, а играют слон С6. Слон на Ф3 перегружен, он не может сдвинуться с места, потому что закрывает собой пешку на Ф2. Очевидно, что после ДЦ слон ДФ3 черные побеждают, просто ломатуют несколько ходов. Поэтому строго единственный ход за белых конь Д5. Теперь черные могут спокойно взять слону пешку на Д6. В следующем ходу слона идет на С5, и несмотря на отсутствие двух пешек, у черных совершенно разгромная атака здесь. Вообще эстетически это вот на движение сначала Ф4, потом Ф3, жертва обе центральной пешки выглядит очень сильно. Вместо слабого хода ладья Ф на Д1 корона вовремя почувствовала опасность, точнее не совсем вовремя, но по крайней мере в тот момент, когда еще было неокончательно поздно. Взял слону на Е4, после ФЕ конь бьет Е4, Белых не хватает фигуры, то есть это была жертва фигуры, но все-таки у Белых есть три пешки, и проходная на Д5 по-прежнему достаточно сильна. И здесь французский космейстер, как мне кажется, принял очень сильное решение, которое многими комментаторами этой партии на самом деле было недооценено. Дело в том, что большинство программ как альтернативу ходу в партии предлагает Ферзь Ж6 действительно очень заманчиво сохранить Ферзь Е и поиграть в дальнейшем на прямую атаку на короля. Проблема в том, что Белые практически в любой момент готовы подкрепить коня путем Ф3, и единственный шанс на атаку для черной будет связан с проникновением по черным полям, но конь на Е4, несмотря на то, что он сам расположен на белом поле, он атакует очень много черных полей, в частности поле от Д6, с которым черным могли бы наладить батарею Солнца 7 Ферзь Д6. Здесь после к примеру хода Ф3 понятное дело что черный сохраняет Ферзь, но он далеко не решающий. Ход Ферзь Ф4 скорее всего значительно сильнее, белые понятное дело не могут себе позволить терпеть этот ферзь, они должны брать и после ладья Ф4 играть Ф3. И оказывается, что вашей лограф проник в эту позицию на самом деле даже глубже, чем большинство движков. Дело в том, что единственная фигура, единственная вообще сила, которая здесь удерживает позицию белых от полной аннигиляции это кольный Е4. Если коня с Е4 удастся каким-то образом сдвинуть или разменять, то позиция белых расцепится практически незамедлительно. Обратите внимание, из-за того, что черные поменяли ферзей, сбить коня с Е4 стало намного проще. То есть у черных распоряжений появился маневр слон Е8 ферзь G6. При ферзях такой маневр осуществить намного сложнее не в последнюю очередь из-за того, что на G6 как раз стоял черный ферзь. Стоял бы черный ферзь. Но в партии последовал слон Е7. Создается гроза ладья цена F8. В принципе белые должны играть король F2, ладья F8 король Е3. Таким образом защищая коня и пешка на F3. Ну и вот здесь слон Е8. Обратите внимание, что уже черные сыграли примерно за 10 ходов до этого слон D8, потом вернули слона обратно. И здесь после хода C5 белые пытаются сдать какую-то конкретную контр-игру связанную с продвижением D6. Слон G6 здесь по-прежнему сохраняет перевес за черными, но не настолько ясно. Вместо этого черный играет слон B5. То есть обратите внимание, как чернопольный, так и белопольный слон сначала они двигаются в одном направлении, после того, как белые создают своем лагере слабость, и возвращаются по этой же диагонали в другую сторону. В данном случае черные нападают на ладью, но белые не могут ее защищать, потому что понятное дело, что если ладья уходит по первой горизонтали, утирается пешка F3, а с ней позиция белых разваливается, то есть вроде бы напрашивает заход ладей F2, но после ладей F2 ставил ладей E4, в принципе достаточно несложный тактический удар, теперь на F2 слон C5 черного побеждают незамедлительно, но после короля E4 и слон C5 тоже, только посмотрите на этих слонов, они контролируют практически всю доску, и белый король достаточно быстро здесь матуется, после ладей E8 король F5 D7 король G5, здесь уже можно выиграть ладью после слона E3, ну а можно заматывать белых. Для этого тоже есть далеко не единственный способ, но мне чисто эстетически нравится следующий ладей E5, король H4 G5, опять же на король G3 поставил ладей E2 как минимум с выигрышем ладьи, король H5 слон E8 король H6 слон F8, просто в этом варианте черные дают мат именно ходами на самом деле первую горизонталь, то есть на восьмую горизонталь. В принципе именно под этим мотивом проходит вся игра черных в этой партии. Но король не пожелал становиться с автором в такой вот разгромной атаке, но собственно короля сыграл B4, достаточно сильный ход. Черные готовы, белые готовы пожертвовать еще и качество, но по крайней мере они подкрепляют пешку на C5, и кстати позиция после возможного слона ДТФ1 не так ясна, потому что все-таки черные в том случае меняли сильного белопольного слона, и коня на Е4 теперь сбивать нечем, а у белых даже за пожертвовую ладью достаточно много пешек, и пешки эти сильные. C5 и D5 создали бы черным много проблем. Тем не менее ход B4 не сильнейший, и пожалуй лучшим шансом за белых был ход D6. В этом случае слон F1 уже сильнее, чем при B4, скорее всего ход слона F1 выигрывает, но для этого после ладья F1 слона D8 B4 черным здесь пришлось бы напрячься и сделать сильный ход G6. То есть ход выглядит совершенно загадочно, на самом деле сделать его не настолько сложно, как могло показаться. Дело в том, у черных лишние ладья они практически в цукслонге, то же самое можно сказать на самом деле и о белых. Дело в том, что черным, чтобы добиться хоть какого-то прогресса, им надо подвести короля в центр. В идеале через поля F7 и E6. Но сразу король на F7 пойти не может, потому что потеряет ладья на F4. То есть вроде бы черные пытаются сделать выбор между ходами G6 и G5 и ход G5 на самом деле выглядит более естественно, потому что таким образом дополнительно подкрепляется ладья на F4 и теперь король может беспрепятственно двигаться вперед. Однако на самом деле после G5 у белых есть очень интересный ресурс, после которого позиция не до конца ясна. Белые могут здесь играть B5 на ABA6 на BAC6 Белые пожертвовали две пешки, но теперь у них две проходные на 6-й горизонтали. И вот важный нюанс, что после слона B6 король E2 черные хотели быстрее к KF7 потом либо KE6 либо KE8 но на KF7 теперь белые играют G5 мало того, что это достаточно неприятный шаг, еще белые забрали очередную пешку. В варианте с ходом G6 опять же это лучший шанс за белых, потому что белые в данный момент практически в цукслонге. Если они играют например KE2 то черный KB беспрепятственно пробегает на E6. Поэтому сильнее за белых B5 но здесь после AB A6 BA C6 слон B6 король E2 черные могут сырять KF7 KG5 следует без взятия и после KE8 скорее всего позиция черных достаточно легко выиграна. Тем не менее я сильно сомневаюсь что после D6 Максим взял бы на F1 скорее всего он продолжил бы играть в энергичной манею в которой он проводит всю эту партию сыграл бы слон F6 я не уверен что этот ход объективно сильнее чем взятие на F1 скорее всего они оба выигрывают но для шахматиста практика этот ход значительно сильнее и значительно проще у слона F6 понятное дело что белые не могут брать на F4 потому что потеряют обе ладьи должны убирать ладьус A1 либо брать на F6 рассматриваем оба эти варианта по порядку после ладья A на E1 вроде бы белые усиливают свою позицию на самом деле после слона D8 неожиданно пешка A без защиты а защищать ее надо на B4 слон C6 черные выгодили важный темп и теперь коль на E4 вынужден уходить и позиция белых после этого рассыпается потому что слон вырывается на волю а именно на поле G5 таким образом после слона F6 ход ладья на E1 довольно таки примитивно проигрывает надо брать на F6 но здесь после ладья A4 на F6 да черные лишились одного из своих сильных слонов но слон на B5 тоже очень хорош в принципе этого оказывается достаточно чтобы сломить сопротивление белых на F1 висит здесь у белых нет коня на E4 значит нет какой-то компенсации в том случае если они оставляют ладью на F1 то есть ход ладья F2 вынужден после ладья E8 король D2 ладья E5 черные нападают сначала на пешку C5 а после B4 на пешку B4 и позиция белых здесь совершенно безнадежна пешки никуда не идут а лишняя фигура тем более такая сильная фигура слон на V5 сказывается достаточно быстро то есть ход D6 несмотря на то что это был лучший шанс белых тоже не помогал но в партии последовало B4 и здесь вообще ладья наносит красивый завершающий удар я уже сказал взятие на F1 далеко не приводит далеко не ясным последствиям но черных есть сильный ход ладья E4 после короля E4 ладья E8 здесь уже материальное соотношение даже в пользу белых но к сожалению этот факт вряд ли может обрадовать белого короля грозит множество вскрытых шаров в частности слон C5 после которого теряются все пешки белых то есть король должен куда-то уходить выбора у него не так много король D4 натыкается на слон F6 поэтому ход F4 вынужден здесь последовало G5 король F5 король F7 обратите внимание что черные продолжают игнорировать ладью на F1 слон на B5 значительно сильнее важней и здесь единственным способом за белых не получить мат сразу был бы ход ладья на D1 прикрывая поле D3 с которого черные были готовы объявить смертельный шаг но здесь после слона F6 на самом деле тоже не единственный способ выигрыша но самый простой черные грозят матом на E5 на F4 последует слон D7 с матом с другой стороны поэтому белые должны играть ладья на E1 здесь важно не ошибиться в принципе ошибиться в шахматах никогда не поздно и вот например в этой позиции после ладья E1 ладья E1 черные неожиданно не выигрывают потому что на слон D3 ладья E4 следует и мат белые не получают однако на ладья E1 намного сильнее слон D3 теперь ладья E4 не имеет смысла за ладья E5 мат белые должны брать после ладья E1 F4 и ладья F1 не странно пешку на F4 ладья защитить никак не может слонить контролирует все поля и белые форсером натирают все свои пешки крайне практически все свои пешки и оценка этой позиции сомнений не вызывает но в партии каруана сыграл ладья F на E1 скорее всего от отчаяния после слон D3 ладья E4 и слон F6 сдался за ход до неизбежного мата который последовал либо на поле E5 либо после F4 на поле E4 ну таким образом эта партия завершилась как мне кажется совершенно потрясающая демонстрация силы со стороны Вашилограма потрясающее чувство динамики потрясающая дебютная подготовка в одном из остейших вариантов в остейших дебютных вариантов современных шахмат ну и если Вашилограм будет выдавать партии на том же уровне что это почаще то я думаю что у Магнуса Магнуса могут наступить большие проблемы ну а пока всем спасибо за внимание ждите следующего выпуска рубрики с вами был Никита Петров